Новый сорт риса, выведенный в Кубанском нейресоводство, которое сегодня проходит испытание, назван в честь одного из передовых предприятий Славянского района. Такой честью достоилось закрытое акционерное общество «Приазовская». Об этом сообщил доктор сельскохозяйственных наук Григорий Зеленский, приглашенный на празднование Дня урожая в «Приазовское». На чествование лучших из лучших побывала и наша съемочная группа. Закрытое акционерное общество «Приазовская» – признанный лидер рисосения не только района, но и края. Здесь по-настоящему уважают и ценят труд людей. И прислушиваются к науке. Именно это является составляющей их успеха. Долгие годы руководитель «Приазовского» Иван Сирота ведет партнерские отношения с кубанским НИИ риса. В минувшем году «Приазовская» в числе не многих других хозяйств края на своих полях провела испытание нового риса – злата с высокими вкусовыми показателями и получила хорошие результаты. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном окончанию сельхозгода, в ЗАО «Приазовская» доложил доктор сельскохозяйственных наук Григорий Зеленский. За многолетнее сотрудничество с НИИ риса Григорий Зеленский вручил руководителю предприятия медаль, а также отметил, что новый сорт белого зерна, который сегодня только готовится к испытаниям, будет назван в честь «Приазовского» «Азовским». Много гостей приехало поздравить работников предприятия с окончанием сельхозгода. Слова искренней благодарности за труд, за большой вклад, который «Приазовская» вносит в экономику Петровского сельского поселения и всего Славянского района, выразил депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский. Особо он подчеркнул значимость женского труда в сельском хозяйстве. Есть у вас скромная труженица, которая олицетворяет героизм женщин-петровчан, приазовцев в борьбе за урожай. Я хотел бы этот букет, а также билет, и Краснодар ждет, через неделю готовится, что петровчане приедут на самый лучший концерт, передать Татьяне Владимировне Щеголевой. Поцеловать всех женщин, поздравить вас, добра ваших домах. Мужчины, берегите наших женщин, балуйте их большими урожаями, хорошими зарплатами. Петровчане с праздником, только вперед, ура! Татьяна Щеголева уже много лет работает комбайнером в Приазовском. Эта женщина стала символом предприятия и своим примером доказывает, что нет ни женских профессий. Поздравил работников предприятия и председатель Советославинского района Григорий Литовко. Это тяжелая, кропотливая, но очень нужная работа, которую вы сегодня делаете. Я, наверное, не ошибусь и скажу такие громкие слова, что вот именно из таких вот стабильно работающих, самобытных предприятий, наверное, и состоит вся Россия и основу ее продовольственной безопасности делает вот такие стабильно работающие предприятия. В этом году Приазовская добилась хороших результатов. Было собрано более 28 тысяч тонн зерна, 80% которого – рис. Урожайность этой культуры в среднем по предприятию составила 77,6 центнеров с гектара. На отдельных чеках она доходила до 97,9 центнера. Благодаря этому предприятие завоевало первое место по урожайности среди предприятий с посевной площадью более 3 тысяч гектаров. Первое место у приазовцев было и в 2017 году, потому переходящий кубок, который в прошлом году был учрежден профсоюзом работников АПК, и в нынешнем году достался приазовскому. Работники отрасли никогда не загадывают, как сложится год, потому каждая победа для них вдвойне приятна. Неожиданность, хотя закономерная. Почему закономерная? Потому что каждый год у нас получается. Лучше, лучше, лучше. В своем докладе Иван Сирота поименно поблагодарил каждого, кто отличился в этом сельхозгоду. Передовыми хозяйствами к производству риса в 2018 году стал коллектив отделения номер 3, где управляющий Пападин Александр Николаевич, Аранон Чернишов Виталий Николаевич, гидротехник Шабар Роман Гриорин. План производства риса в отделении выполнен на 131%. Сила предприятия в людях. В этом году один из механизаторов предприятия Сергей Рожко стал лучшим жадчиком Кубани. На краевом дне урожая ему вручили новый автомобиль. Победа стала для Сергея неожиданностью. Не ожидал, ну, конечно, были предположения, но удача улыбнулась. Я очень был рад, что повезло мне в этом году. Машина хорошая, Нива, везде проходимая, по грязи, по системе, везде. Почетные грамоты, красные ленты победителей, премии и право быть занесенным на доску почета предприятия. Это приятная традиция завершения сельхозгода. Отрасль сельского хозяйства – одна из тех отраслей, которая год за годом проверяет людей на прочность, предъявляет новые требования, благодаря чему и происходит рост результатов их труда. Самый главный фактор производства – это наши труженики, люди. И я делаю для людей праздник, чтобы они порадовались, увидели, чтобы был у них праздник на душе за тот выращенный урожай, за тот труд получили благодарность. Этого праздника каждый год работники Приазовского ждут с нетерпением. Пусть и хорошая труда, хороший отдых. Вот это и происходит. На этом празднике труда. Для приазовцев со сцены Петровского Дома культуры выступали лучшие вокалисты и коллективы района. Но главным творческим подарком стало выступление приглашенной звезды эстрады 90-х годов Валентины Легкоступовой. Итоги сельскохозяйственного года на Приазовском подведены. А это значит, что пришло время начинать работать над урожаем следующего года. Ведь, как говорит народная мудрость, урожай не от Божьей милости, а от дружной работы. Мария Климова, Игорь Иванчуков, программа «События».